Службы спасения на воде уже практически сформированы на всех пляжах курорта, которые официально откроются в эти выходные. Ривьер один из самых посещаемых и считается образцово показательным. Здесь и собрали более 120 специалистов, которым предстоит следить за безопасностью отдыха у моря на побережье Центрального и Хосинского районов. Сотрудники службы спасения Единой диспетчерской службы курорта проводили финальный инструктаж. Переворачивается оба, чтобы вылилась вода. Во время практических занятий сотрудники службы спасения Сочи показали методы спасения людей на воде, рассказали, что необходимо предпринять в первую очередь и куда дальше транспортировать пострадавшего. Практические занятия подкрепили теории. Специалисты рассказали, какое оборудование необходимо иметь на посту спасателя и медработника. Например, спасательные круги должны быть в 5 метрах от уреза воды и через каждые 25 метров. В медпунктах необходимо иметь в обязательном порядке аппарат искусственного дыхания. На пляже Ривьер об этом знают и все необходимое оборудование завезли заранее. Сами не ожидали этого в мае уже довольно-таки немало людей, поэтому пришлось в этом году немножко пооперативнее подойти ко всему этому. И уже заранее выставилось, планировали на 1 июня, но уже в дней 10 работаем практически в полном режиме. Среди тех, кто проходил инструктаж, были директора пляжей, спасатели и медработники. Те, кто в числе первых отвечает за жизнь туристов у моря. В разгар учений полил дождь, но это не помешало работе специалистов. Такие же занятия прошли сегодня и в других районах курорта. Они показали, что спасатели к высокому сезону готовы. Но и отдыхающие тоже должны помнить о правилах поведения на воде и не употреблять на пляже спиртные напитки, а также не устраивать купание в шторм. Гелена Овсецна, телекомпания ФКП.